привет стримаши небольшой обзор нововведений прогрессивных магазине лента они сделали кассы без человека где ты сам товары запихиваешь сам платишь либо наличными либо картой там не один раз зависла но я про это рассказывал они очень долго разбирались потом чинили целый месяц эту карту эту кассу блин но вообще удобно где без человека сам подходишь все быстренько делаешь там можно могут люди ну ты можешь яблоки какие другие запихнуть или кто-то другой может запихнуть какие-то яблоки например подороже может быть может быть они конечно следят за этим и когда я ходил чем у меня появилась идея вот бы такая корзиночка в корзинку кладешь и она тебе показывает там две вещи положил по 100 рублей 200 рублей а то непонятно насколько ты набрал и они сделали ну или скопировали просто где-то за рубежом как обычно это сделано такой маленький телефон или карманный портативный компьютер им сканируешь коды и ты видишь какая сумма там получилось потом идешь там как бы кассы вообще денег пихать нету только картой но одна по моему 1 2 стояла кассы в которой деньги но ты видишь почти что же самое что без человека но ты видишь процесс покупок какие скидки что-то за сколько купил главное там не ошибайтесь потому что я сначала пихнул например два товара у меня был один товар смотрите внимательно прикольно недавно это вот только появилась с этим сканером а и просто кого не взять я подошел и дергал не доставался он а потому что нужно было карту обязательно карта где-то я уже закинул ее я планшет запихнул просто отсканированная карта в котором разные карты может запихивать 100 карт и там показываешь сканеру вот этот вот планшет свой картинку в общем карты и тогда он дает тебе маленький этот телефон но не телефона компьютер маленький там они взяли какой-то по моему телефон на андроиде его как-то переделали как я понял поэтому и называю его телефон с ручкой совмещенной со сканером ну правда ты уберешь а потом ты его сдаешь запихиваешь там в склад таких ну и проверяйте конечно что когда берете все равно здесь чек потом проверяйте а еще когда я там купил пару раз там чек присылается на электронный ящик то есть даже сканировать не надо чек вы просто него мог вам придет то есть там не электронный ящик а телефон по моему вписываешь на телефон приходите ссылка потом жмешь на ссылку и он показывает чек где не только сумма что ты покупал еще ну прикольно но может люди не захотят чтобы все видели что они покупают мне так пофиг но в общем то все единственное что все равно толком ничего купить я например лично не могу хожу самое дешевое что-то покупаю какой-то хлеб макароны поэтому таких нововведений особо толку мне нету ну да с эти с кассиршей кассиршей я не стою но то же самое что и до этого покупаю одно и то же самое дешевое это уже все меньше и меньше поэтому нововведения практически ничего не дают если у меня был миллиард товаров и все бы куча чеков я бы ходил и постоянно покупал и было бы так все улучшалось так пердешь в никуда но я все затестировал люди тоже тестируют это с картами вроде сейчас ко мне уже не лезут с требования карт я никому бы не дал свой планшет у них карта в планшете как я буду давать людям чтобы они лапали мой святой планшет какие-то непонятные путиняки сраные ну лента вот в этом смысле молодцы я как бы критиковал их все правильно и критиковал постоянно нити ценники путают здесь внедрили все быстро плохо не что банк втб там этот терминал это делает придурочное опять же путинянское вот сделали до нигде не видел нигде не в океях не в перекрестках прогрессивно удобно так но опять же повторю что основном ходишь смотришь просто на товар его и колбаса лежит и все там дальше ты кассиру либо в робота роба кассу пойдешь без разницы поэтому изобретение в пустоту так они будут пустоту уходить пока мы себе власть не заберем не менять власть как мальцев и гарперин и говорят бестолковые себе надо забрать власть но тут описано я очень-то описал уже коротко берешь сканируешь проверяешь оплачиваешь картой либо деньгами там одна касса была всего и все это привязано к карте но карты не в пластиковом виде естественно я советую в планшете сосканировано 100 карт приложения вот в ней никому не давайте братьям-реалюционерам если найдете давайте у меня нет таких братьев-реалюционеров в городе пока что ни одного бухло можно там вот где не сканер а там бухло должен был человек подойти проверить там ты те можно бухло или нет хотя один раз я хочу постоял постояла она как-то и пробилась это бухло но опять же не особо актива актуально под дешевая бухло покупаешь башка болит а дорогое денег нету поэтому за бухлом как-то уже пофиг сколько она стоит в этом все пока стримаши титаны подписывайтесь буду делать дальше ролики тем навалом просто часто лень что-то сделать или сделаешь роликом где-то на компьютере валяется потом ты забываешь где он вообще валялся но тем тем навалом про телефоны и планшеты у меня гора идеи что сейчас например говорят с телефонами носится а я считаю наоборот телефоны говно надо с планшетами ходить телефонов маленький экран камеры хорошие единственного телефона планшета все время дурацкие специально пихают так бы вообще телефон но мне не нужен вот кроме камера в телефоне а зачем мне маленькие обосы на экран ну даже если он хороший там яркий то ничего хорошего в телефоне нету планшет какой-нибудь 7 дюймов он карман влезает все видно мне как дедушке нормально удобно все смотреть какой-то браузер я не понимаю какие там huawei p20 сиоми mi9 какие там samsung s10 ну понятно что процессоры неплохие но это чушня какие-то загнутые уголки круглые они же уродливые края загнутые бликуют что там еще это же ужас где деградация несколько камер по мне тоже не нужны на общем то все всем пока